Великолепно! PSP-винтовка ижевского производителя, модель MR555KS в калибре 4.5, он же американческий 177-й. Они здесь подлечили дизайн, сделали все-таки нормальную коробку. До этого, конечно, они поставляли в одноразовых коробках, зато экологически чистые. Это PSP-винтовка, знакомая, наверное, 60-й, 61-й ИШ, с доработанной системой взвода, не в лучшую сторону, кстати, с увеличенными такими вот длинными магазинами, тоже доработанными, ну и с баллоном предварительной накачки. Вот здесь снизу находится. Максимальное рабочее давление у него 20 МПА, микро-макро-макро-макро-паскалей, наверное, то есть 200 бар. Да, 200 бар, это у вас в покрышках там 3-4, давление в среднем в автомобилях здесь, баллон высокого давления, и в него качается 200 бар, потому что иногда в обзорах PSP-винтовок мне пишут, ты вообще имеешь понятие, о чем говоришь? Да, имею. Накачать эту винтовку можно специальным насосом высокого давления. Он, кстати, будет в фрагменте, где я эту винтовку накачиваю, на него тоже посмотрите. Комплект таких магазинов, если что, два. Это было логично, потому что они регулярно теряются. Далее, второполастовые такие вот колечки пластиковые, и они тоже вам понадобятся. Опять же, когда я буду ее накачивать, вы поймете, для чего они понадобятся. Инструкции. Раз, два, три. Курите, читайте все. Не знаю, взять одну хорошо напечатанную инструкцию с иллюстрациями для пользователя. Нет, будем вот этим всем заниматься. Молодцы. Штупцер. Еще какая-то деталюга. Не знаю, для чего она. Какая-то заглушка. И вот такой адаптер, то есть для какого-то большого, видимо, компрессора. И вот такой адаптер. То есть два адаптера у нас есть. Этот, кстати, от насоса, стандартный от насоса, который подходит 90% наших винтовок. Вам не нужен, просто можете его сразу снять. Им не пытайтесь пользоваться. Давайте все-таки по винтовке. Маленько, маленько. Ижик симпатичный. Ну, и, кстати, довольно компактный, что уж там. Прицельный у нас биатлонный, типа под спорт. Если что, можно снять. Попробовать поставить сюда оптику. Либо коллиматор. Ну, и они довольно удобные. То есть так вот заморачиваться, как с целикомушкой, не приходится. Но, разумеется, у вас сильное ограничение будет по дистанции. Потому все-таки винтовка исключительно, ну, не знаю, метров 10-15. Не больше. Несмотря на то, что у нее все-таки есть потенциал. Далее. Вся та же самая ижевская фурнитура. Ложа пластиковая. Симметричная. Но от симметричности этого и от той никакого толка. Потому что взводится она только с правой стороны. Сейчас чуть-чуть попозже по взводу. Далее. Снизу имеется планка. Под вивер, как я понимаю. Рукоять. Ну, такая, как от калаша. По-другому и не скажешь. Тыльник здесь допускается пластиковый. Потому как мы ее особо никуда упирать не будем. И намушник. Намушник, кстати, он металлический. То есть вот эта деталь у нас металлическая. Я, как вы понимаете, из алюминия довольно сложная. Если сломаете, не знаю, где вы ее искать будете. Я не знаю. То есть боюсь представить, сколько она будет стоить. Объем резервуара здесь не написан. Просто не написано все. Типа зачем? Дите, читайте паспорт. Идите, гуглите. Обычно производители пишут название, марку, объем и рабочее давление. Здесь объема нет. Но, по-моему, он 165. Это не супермного. И не супермало. Если винтовку не раздушивать, то есть она сейчас до 7,5 джоури. Если не раздушивать, то, в принципе, 30-40 выстрелов будет с одного заправленного баллона. Если раздушить, то 10-15. То есть очень скромно. Но если раздушивать. Так, по взводу хотел показать. Сначала начнем с предохранителя. Абсолютно великолепного. Непредсказуемого. То есть одна из худших вещей, которую стоило поменять, здесь оставили. Спасибо. Далее. Система взвода. Я не знаю, давайте прям на стол завезу, чтобы поближе к вам быть. Мы типа на прицельной линии. Что нам делать? Мы здесь ничего не видим. Нам нужно сориентироваться для того, чтобы сначала отжать вот этот вот стопор, который уходит назад. Потом нажать вот эту кнопку, которая жмется не снизу, а вот именно в верхней части срабатывает пружинка. Опять же, ход непредсказуемый. То есть прожмется она, не прожмется. Вот щелчок. До щелчка. И потом у нас только появляется возможность оттянуть, собственно, рычаг и вернуть все в обратное положение. То есть назвать эту систему удобно. И, честно сказать, язык не поворачивается. Спуск. Давайте посмотрим, что за спуск. Ступеньки нет? Вопрос. Есть ли здесь какие-нибудь регулировки? Ну, какой-то винт есть? Возможно, он как-то меняет преднагрузку. То есть вы можете его сильно натянуть и прям уперлись, и дальше будет спуск. Но в таком состоянии сейчас он абсолютно непредсказуем. Короче, нет ступеньки. Просто жмете, сразу происходит практически выстрел. Спуск. Наверное, это спортивный спуск. Я не знаю. Но зато, кстати, крайне небольшое давление вы оказываете на спусковой, наверное, в спортивной стрельбе. Это даже хорошо. Давайте заправим винтовку, зарядим боеприпасами. Магазин. Обычно ты видишь магазин, клип, с одной стороны пулька с юбкой, и ты уже понимаешь направление. Здесь ничего. Просто я сколько ижей обзрел, до сих пор не могу запомнить. Какая-то пружинка. Такой, что? Что делать? Давайте разбираться. Дошло. Это кожух. Из-за того, что пули в старых винтовках, то есть там магазин стоял только из этой части. Во-первых, эта штука теряется. Во-вторых, пули отсюда могут выпасть. Эта штука как бы закрывает пули. И по мере выщелкивания, кстати, идет она с трудом. То есть у вас еще дополнительное усилие будет, пока вот эта вот... Она не разработана. Пока вот этот момент не разработаете, еще будете проталкивать магазин через рычаг. Кстати, основная поломка, с которой нам эти винтовки приносят, это застрявший магазин. Как обычный человек с этим разбираться будет, я не знаю. Это походный режим. То есть, да, доходит, да, что, типа, у нас несколько магазинов с собой. Мы его заправили и вот так вот закрыли. Вот. Но перед использованием нам необходимо его, типа, отодвинуть. То есть решена ли проблема полностью? То есть во время манипуляции с винтовкой какие-то вибрации, удары небольшие, они будут все равно выбрасывать пулю. Мы думали-думали, но основную проблему не решили. Решили проблему только именно походного положения винтовки. Кстати, вот фишка. Здесь пружинка, которая держит магазин. Если вы нажимаете на нее, случается вот это. Это, кстати, основная причина потери этих магазинов. Как минимум, поэтому их два. Тоже нужно привыкать. Все-таки насчет храпового механизма он кверху работает. Заправляем, запоминаем направление. Заправляем юбкой от линии. Здесь сидит линия, ребро. Храповый механизм кверху заправляем юбкой в том направлении. Я пользуюсь, кстати, пулями Lumen. Отличные пули. Как раз для винтовок до 7,5, да и для 3-х джоулина пойдет. Можно даже с пистолетами их использовать. Недорогие и хорошей геометрии. То есть плюс удачная форма, круглоголовая. Но сюда я бы, наверное, использовал плоскую голову, потому что максимум, на что эта винтовка годится, как мне кажется, это именно для того, чтобы ее использовать для стрельбы по бумажным круглым мишеням. То есть это ее назначение, как я понимаю. Итак, что мы имеем? Одна пуля уже выпала. То есть будет 4 выстрела. Я попробую прямо в этом положении попробовать туда вставить еще одну пулю. Юбка немного там слабее была. Нет, просто самое заднее гнездо, самое дальнее, оно большего диаметра. Как-то так все это дело выглядит. Ну, давайте я попробую выстрелить, что ли. Очки всегда, очки обязательно. Вам видно? Это 60 метров. Понял, понял. Угу, 72. Угу. Угу. 64. Я не знаю, давайте еще раз замерим, еще один магазин попробуем. Угу. Такое бывает, когда скорость слишком низкая, датчик иногда не соображает. Что это такое? Угу. Что предстоит сделать ребенку? сначала. Или просто для того, чтобы ребенок пострелял, получился. Во-первых, ее нужно накачать. Что такое накачка? Сейчас увидите. Следите за частотой, потому что основная грязь, которая внутри баллона и влага попадает, это вот именно с поверхности. Так что, не знаю, можно какой-нибудь чехол придумать, там, пакетик, что угодно. Ну, следите за этим моментом. Двиг стандартный, вот этот нам не нужен. Хотя 90% винтовок сейчас с этим качаются. Я так понимаю, это некий европейский стандартный. Самый обыкновенный китайский насос сюда подходит. Насос, такой вот борнер. Ничего себе, ну. Сейчас 0, засекаем времени. Времени. Время, на сколько я его подниму. Сечет. Сечет из самого клапана, прямо из него. Из резьбы. То есть, видимо, резинки не встали. В таких случаях можно попробовать их расправить маленечко. Сильно эту штуку тянуть не нужно. Там стоит, видимо, фторопластовое колечко. Она уже такое грязное. Не знаю почему. Может быть, поверхность внутренней части посадочного места потерлась. То есть, грязь прямо там внутри. Надо было вначале все это дело спиртом протереть. Клеечко немного расправил и затянул не так сильно. В принципе, если бы здесь была нормальная резьба, ровная, не такая шершавая, то эта штука должна руками накручиваться и дальше шары. И этого хватит. То есть, фторопластовое колечко там довольно глубоко уходит. Как только закончу с ним, я вам его покажу. Травить перестал. Ну, засекаем время. Начинаем, собственно, качать. Если что, можете ориентироваться на мой датчик вот этот. Травить перестал. Травить перестал. Сильно отличаются показания насоса. Почему-то сейчас здесь где-то 170. Тут у нас 120. Будем ориентироваться на новый датчик. Здесь что-то масленица не хватает. Возможно, в этом дело. Больше 150 качать не буду. Здесь 120. Тут 170. Ориентируемся всегда вот сюда. Травить перестал. 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 это я еще по верхам обычных людей хорошо тренированный человек как мне кажется чем может быть из-за насоса такое но я не знаю они все такие ранее за звук извиняюсь я обычно скипают такие вещи там что везде трясет несправедливости так первым заметь стравливаем винт на насосе кстати насос хорошо так согрелся будет объем больше не меня просто здесь давление по это еще почитаю еще раз 50 атмосфер дал в общем смысл в чем на винтовках бездарных европейских инженеров вам для того чтобы строить давление между насосом и квиком необходимо повернуть клапан и безопасно его строить и удобно гениальные наши разработчики предлагают нам квикви не снимите здесь 150 бар да это насос высокого давления он такие давления качает предлагает откручивать резьбу там вот это вот фторопластовая резинка которая изначально не держала они предлагают дать и еще немножечко шансов себя проявить давление упало что это все под давление прорвалось через эту прокладку понимаете да давление у нас осталось крик у нас теперь свободен в общем через это все есть этот мусор держит одна вот эта вот пластмасочка в принципе везде так и из-за того что она подлегчивает она может в разных положениях вставать и закусывать в общем абсолютно гениальная система считаю второе ребенок берет эту винтовку сначала обычный магазин заправляем нужно понять в какой стороной заправлять в какую сторону пуля хорошо с этим разобрались при том пули могут выпадать необходимо достаточно ровные качественные пули чтобы юбка их удерживала хорошо мы заправили магазин второе с магазином нужно аккуратно обращаться для того чтобы пули не выпадать третий момент магазин легко потерять они небольшие хорошо не такие уж небольшие недостатки как вставить магазин винтовку этого ребенку объясните да нажать сюда шток освобождается и вставить магазин далее обязательно использовать очки нужно нажать сюда а нажать не просто и одновременно потянуть за рычаг защелкнуть все до конца и произвести выстрел ребенку хорошо ну и да и потом объяснить ему что как вытащить магазин удерживая магазин нажать на кнопку нет не получится сначала отодвинуть механизм который удерживает магазин и потом только извлечь это отвратительно если честно палец болит прям вот когда я намял палец короче и так что мы имеем для взрослого винтовка обладает слишком малой мощностью ее необходимо подраздушить хотя бы маленько ввиду малого баллона ее часто придется перезаряжать сложный механизм управления мне кажется ребенку тоже не подходит но ввиду не самой большой мощности это не самая интересная винтовка для взрослого побегать походить с полям по полям извиняюсь где-то там что-то поделать в грязи под дождем нет это psp с огромным количеством открытых механизмов с теряющимися магазинами тоже нет для чего она может быть для тиров для какой-то стендовой стрельбы при том пока вы научите человека к примеру который первый раз к вам в тир пришел поучиться пострелять с ней не самый удобный вариант то есть проще взять 512 отдать их кинуть им там пачку колпачков сказать делать что хотите с очками плюс вам это нужно будет перед перезаряжать то есть даже какого-то коммерческого использования она тоже не годится цена для таких мощностей и для такого геморроя это дороговато плюс насос высокого давления тоже стоит денег или баллон стоит денег или компрессор стоит денег плюс оружие требует внимания и осторожности плюс есть ряд мюансов с заправкой тоже не самых очевидных я не знаю для чего эта винтовка если у вас есть идея для чего она вы как пожалуйста пишите то есть какое свое мнение я куда-нибудь призасуну но я не могу даже придумывать придумать для чего бы я купил эту винтовку что хорошее в целом она хорошо собрана в жестких винтовках используются отличные материалы даже пластика не подтянули пластик здесь нормальный имеется регулировка по длине для взрослого и для ребенка здорово великолепно стволы также у ижевских винтовок замечательные поэтому появилась такая винтовка как крюгер когда по моему называется вот потому что самая платформа то винтовки отличная лишь делает великолепные стволы если они ровные годами ходят и ничего с ними не делается по сути военное производство но на качестве материалов и на качестве стволов все плюсы заканчиваются делайте выводы комментариях не забывайте про социальные сети там бывают раздачи призов сейчас по моему даже идет помножить сейчас раздаем экономьте с помощью скидки по промокоду и подписывайтесь на канал потому что это помогает продвигать нашу сложную тему оружейную тему youtube не сильно любит и только от вас зависит жизнь и развитие канала заранее всем спасибо спасибо